1 столовая ложка семян на 200 мг воды кипятить на водонемной бане 15 минут. Процедить, довести кипяченой водой до исходного объема. Принимать по дной другой стакана при поносе, энтероколите для лечения карбункулов, при экземе, аллергических высыпаниях на коже и как потогонное общеукрепляющее средство. 1 столовая ложка сухих цветков на 200 мг кипятка. 1 столовая ложка настаивать 2 часа и процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3 раза в день при диетезе УДТ. Кора крушины 30 г, кора калины 20 г, трава тысячелесника 10 г. Все смешать. 2 столовые ложки сбора залить 0,5 кипятка. Настаивать в термосе 2 часа. Пить 50 мг перед обедом и на ночь при гемородальных кровотечениях. На парках калины 2 столовые ложки за 1,05 кипятка. В термосе настаиваем 5 часов. Пить по 1,25 стаканя 3 раза в день. Как сосудосуживающее антисептическое средство при гингивите, стоматите, парадонтозе, при матерских кровотечениях, обижних менструациях, послеродовом періоді, при превышенном уровні холестериня в крові, при гемородальних кровотечениях и неврозумії. При кожных проявлениях аллергії, 100 грамм веточек залить кутим кипятком 4-5 литров, настоять, просидить и вылить в ванну 36-37 градусов. Длительность процедуры 15-20 минут. 10-12 ванн перед сном через день. Всем доброго здоровья. Спасибо, кто смотрел наш. Спасибо за подарки. Пока-пока. Пока.